Практически любой шаблон без добавления на него материала смотрится уныло и безжизненно. Поэтому первое, с чего нужно начинать при изготовлении сайтов, это, конечно же, добавление статей. Вначале написание статей, а потом их добавление. Значит, статьи, которые я подготовил, находятся в папке «Дополнительные файлы», «Материалы для веб-студии» и там папка «Текст». Давайте приступим к выполнению этой задачи. Переходим в раздел «Материалы», «Менеджер материалов». Ну и чтобы создать новый материал, как видите, здесь еще ни одного материала не создано, мы кликаем по кнопке «Создать». И вот теперь нас просят ввести, ну, нам необходимо, вернее, ввести заголовок, выбрать раздел, ввести сам текст, может быть, картинку и нажать просто кнопку «Сохранить». То есть вот четыре пункта, о которых необходимо всегда помнить. Значит, давайте начнем с первого материала. Это у нас будет... Я перехожу в «Дополнительные файлы» и первый материал у нас будет о нашей фирме, то есть о компании. Беру, копирую весь этот текст и вставляю в поле для работы с текстом. Значит, здесь необходимо удалить лишние всякие строки, лишние пробелы, выделить весь текст и поставить еще раз вот так вот параграф. Вот тогда все у нас станет корректно. Ну и первый наш такой призыв к действию, первое приветствие сделаем заголовком первого уровня. Дадим материалу имя, о компании и раздел «Ставим не указанно». Значит, любой материал обычно без картинки не смотрится, поэтому давайте вставим картинку. Картинки также находятся у нас в дополнительных файлах. Ну, чтобы картинку вставить в джунлу, ее нужно поместить в папку «Images Stories». Поэтому берем картинки вот эти все, я их копирую и вставляю в нашу папку с нашим сайтом. Нахожу здесь папку «Images» и «Stories» и вот сюда вставляю картинки. После того, как картинки вставлены, я могу в джунла нажать. Вначале нужно поставить курсор в нужное место, в то, в которое мы хотим, чтобы вставилась картинка. Потом нажимаем на кнопку «Изображение» и в появившемся окошке выбираем картинку, которую мы хотим. Вот я выбрал этот мониторчик там с изображением. Дальше нажимаем на сам мониторчик и выбираем, как его выровнять, вправо или влево. Вот давайте выровняем вправо. И нажмем на кнопку «Сохранить». Чтобы увидеть этот материал, нам нужно либо создать менюшку, либо указать, что этот материал находится на главной странице. Я указываю, что он находится на главной странице. Перехожу на нее и перезагружаю. Вот как мы видим... Сейчас на 100% поставлю. Как мы видим, у нас все встало нормально. Единственное, что у нас вот здесь вот отображается заголовок, отображается автор, дата создания и вот иконки «Скачать и распечатать, передать по почте». Еще у нас отображается название нашего сайта. Давайте с этим сейчас поработаем, чтобы у всех остальных тоже у нас материалов это все дело не выводилось. Хотя заголовок можно оставить, чтобы выводился. Переходим в административный раздел «Менеджер материалов». Здесь есть кнопка «Параметры». Нажимаем на «Параметры». И дальше вот здесь вот нужно прям читать и смотреть, что где показывать, что не показывать. Вот показывать ли текст заголовка стоит «Да». Договорились, что мы это так и оставим. Значит, дальше. Название раздела, название категории «Все скрыто». А вот тут вот ниже мы видим имя автора, дата и время создания, дата и время изменения. Это мы ставим «Скрыть». И дальше мы видим иконки. Если мы нажмем «Скрыть», то иконки показываться не будут. Мы их пока оставим, они там неплохо смотрятся. Переходим на нашу страницу и проверяем. Вот, как вы видите, все у нас нормально выводится. И даже название сайта здесь уместно. Тоже нормально смотрится. Давайте создадим еще несколько материалов в этом уроке. Потренируемся. Нажимаем по кнопке «Создать». И находим следующий материал. Где они тут у меня? Вот здесь ближе. То есть в дополнительных файлах. Для WebStudio текст. И здесь следующее, здесь сразу цена. То, что всегда интересует. Цена, цена, какая цена. Выделяем весь текст. Нажимаем «Контрол-С» — копировать. «Контрол-А» — выделить весь текст. Переходим на наш сайт. И вставляем его сюда. Потом нажимаем еще раз «Контрол-А», чтобы выделить весь текст. И ставим. И так вот выбираем «Параграф». И сразу нам видно, лишние строки здесь присутствуют. И здесь также. Ой. Чего-то лишака удалил. Так. Теперь делаем заголовок первого уровня. Это важно при продвижении сайта у поисковых роботов, чтобы у вас в материале всегда был заголовок первого уровня. Раздел ставим «Не указано». Название материала пишем. Можно так и писать, да? Какова цена? Нет. Напишем. Он же у нас отображается. Поэтому надо писать понятно. «Цена создания сайта». А лучше не цена, а стоимость. Потому что цена – это денежное выражение стоимости. «Стоимость создания сайта». И у нас там были списочки. Сейчас я покажу, как со списочками работать в Joomla. То есть вот у нас пошло уже тело нашего списка. Вот его как бы заголовок. Можно его сделать таким полужирным. И вот пошел списочек. Вот списочек заканчивается. Дальше новый списочек. То есть нам нужно выделить тело этого списка и нажать на вот эту вот кнопочку. Вот видите, теперь получился у нас списочек. Теперь выбираем вот сопровождение, делаем полужирным. И тут, правда, списочек из этого самого получится из одного пункта. Ну ничего страшного. Дальше идет, потому что следующий списочек будет нормально выглядеть. Наши преимущества тоже можно сделать списочком. И способ оплаты тоже можно сделать списком из одного пункта. После того, как мы все наши сюда параметры ввели, текст отформатировали, нажимаем по кнопке «Сохранить». Но доступа к этому материалу мы иметь не будем, пока мы не сделаем меню. Меню мы будем делать в следующем уроке. В этом давайте уж добавим еще пару материалов вместе со мной, а остальные добавите сами. Потренируйтесь. Значит, дальше сопровождение. Вот отдельная информация о том, как сопровождать сайт. Нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C. Вставляю. Еще раз нажимаю Ctrl-A. Ставлю параграф. Не забывайте это делать. Это важно. Иначе у вас тут будет все плохо форматироваться. Удаляю всякие лишние пробелы. Если вы будете брать тоже текст из Word или из блокнота, в котором вы набираете тексты. Не забывайте это делать. В сопровождение сайта ввожу заголовок. Раздел ставим не указанно. Вот у нас заголовком будет как раз сопровождение сайта и дальше пойдет тело сайта. Здесь еще раз мы смотрим. Есть списочек. То есть я это выделяю полужирным. Дальше выделяю тело списка. И нажимаю по кнопке создать список. Вот еще 10 причин. Это также список. Заголовочек выделяю. Потом выделяю. Само тело. И нажимаю по кнопочке организовать список. Ну вот еще внизу можно сделать каким-нибудь заголовком второго уровня. Еще раз проверяем. Все нормально. Ну конечно нужно добавлять картинки всегда. Не ленитесь. Добавляйте картинки. Картинки всегда придают сайту живости. Можно сразу сверху ее куда-нибудь добавлять. Картиночку. Это сопровождение. Поэтому здесь есть такая картинка. Либо вот эта картинка подойдет. Либо вот эта. Вот эта даже мне больше нравится. Такая надежность чувствуется. И выравниваем ее справа. Чтобы с менюшкой она не слепалась. И нажимаем сохранить. Давайте добавим еще один материал. Остальные материалы вы как раз потренируетесь. Добавите самостоятельно. То есть фирменный стиль. Давайте добавим фирменный стиль. Открываем. Ctrl-A выделить. Ctrl-C скопировать в буфер обмена. Вставляем в тело нашего материала. Ctrl-A еще раз выбираем. Ставим. Не забываем ставить параграф. Удаляем лишние всякие строчки. Пустые. После того, как мы закончили с этим, нам нужно сделать заголовком вот это первое такое предложение. И даем заголовок к самому материалу. Фирменный стиль. Не забываем ставим раздел. Не указано. И добавляем сюда тоже рисуночек. Нажимаем на кнопку изображения. После того, как поставили курсор в нужное место, где вы хотите. Чтобы отображался ваш рисунок. И так как это фирменный стиль, можно что-нибудь, я не знаю, какую-нибудь вот такую картинку вставить. Фирменный, очень фирменный стиль. И выравниваем, то есть нажали на картинку, выравниваем ее по правому краю. И нажимаем сохранить. После того, как материалы добавлены, все ваши, в следующем уроке мы будем с вами делать это. И сделать для них менюшку. А на этом уроке все.